В субботу в Вашингтонском аэропорту имени Даллеса ФБР арестовала своего знатного отставника, 54-летнего Чауза Магонигова, прилетевшего из Шри-Ланки. Рано утром того же дня ФБР постучалось в дверь моего доброго знакомого 69-летнего Сергея Шестакова, проживающего в Моррисе, Коннектикут, в своем доме, ипотеку на которой обеспечила Организация Объединенных Наций, где он когда-то работал в завканцелярии у советского представителя Александра Богомолова. В понедельник оба заявили судьям, что виновными себя не признают. Магонигал был выпущен до суда под залог. О Шестакове я еще не знаю. Оба привлечены в Нью-Йорке, а Магонигал еще и в Вашингтоне. Что над ними сгущаются тучи, оба знали давно. 15 сентября прошлого года на сайте Инсайдер появился эксклюзив с шапкой бывший высокопоставленный сотрудник ФБР, участвовавший в расследовании Трамп-Россия, разрабатывается федеральными прокурорами на предмет его собственных связей с Россией. По словам корреспондента сайта Матиаса Шварца, еще в конце 2021 года федералы тайно созвали большое жюри, которое расследовало поведение Магонигала, проработавшего ФБР 22 года и ушедшего на пенсию в сентябре 2018. Минюст от комментариев воздержался, но журналист раздобыл копию повестки, выписанной большим жюри в ноябре 2021 года, из которой было ясно, что прокуроры интересуются деловыми связями Магонигала с одним из ближайших помощников алюминиевого магната Олега Дерипаски. Повестка требовала предъявления документов, относящихся к связям Магонигала с малоизвестной консультативной фирмой Spectrum Risk Solutions. Неделю спустя Сергей Шестаков заявил в другом документе, что Магонигал помог связать вышеуказанного помощника Дерипаски с нью-йоркской адвокатской конторой Кабре и Ким и получил за эту услугу 33 тысячи долларов. Я не раз брал интервью у ее адвокатов и мог бы сделать то же самое задаром, но меня не спросили. По здравым размышлениям я бы отказался, потому что оказывать услуги лицам, находящимся под американскими санкциями, запрещено американским законом. В тот момент сторонним наблюдателям было не очевидно, что федералы разрабатывают Магонигала, но указанная повестка явно была дурным предзнаменованием. Как говорили знающие люди, Миньюст крайне редко напускает большой жюри на бывших ФБРовцев, а тем более столь высокопоставленных, которым безусловно относился Магонигал, командовавший перед выходом на пенсию контрразведывательным отделом Нью-Йоркского ФБР. Он руководил следственной бригадой, разрабатывавшей рядовую Челси Мэнинг, которая слила о Викилигору секретов, и Сэнди Бергера, помощника Билла Клинтона по нацбезопасности, который тайком вынес секретные документы из читального зала Национального архива. Магонигалу поручали расследовать таинственные провалы американских агентов Китая, которых брали одного за другим. В 2016 году, когда появились сообщения о том, что русские взломали электронные закрома ЦК Демпартии, Магонигала назначили начальником подразделения по борьбе с киперпреступностью в Вашингтонской штаб-квартире ФБР. Он был одним из первых ФБРовцев, до которых дошла весть о том, что третий степенный советник Трамповского избирательного штаба Джордж Пападополос поведал по пьяни в лондонском баре австралийскому послу Великобритании, что у русских якобы есть компромат на Хиллари Клинтон. Так родилась операция под кодовым названием «Ураган перекрестного огня», бывшая сердцем Раша Гейта. Я продолжу завтра, Владимир Козловский.